Рахмад, салам, садарвай. Нельзя молчать, когда идет такое циничное попирание прав граждан и статуса депутата. Пока у меня есть мандат и право публичных выступлений, я сегодня напрямую обращаюсь к президенту страны. Уже давно не как к старому другу-однопартийцу, а именно как к президенту республики. Мы просим аудиенцию, примите нас и в глаза скажите, что происходит сегодня в стране. Если вы хотите консолидировать народ и развивать страну, надо руку держать на пульте управления, а не на рычагах давления. И у нас было право, согласно Конституции, проводить оппозиционные площадки, требовать власти, менять страну вместе. Мы это и делали. Если бы Атамбаев хотел бунта, он 7-го уже повел массу народа, которые требовали тогда идти на площадь к Белому дому, пусть президент объяснит этот военный штурм. Требовали, не ходили по пятам. Но он этого не сделал. И 8-го числа он никуда не вел народ ни на какой бунт, ни на какое свержение. Он ждал цивилизованных переговоров. А то, что произошло, то, что спровоцировали народ, это уже будет и по вине власти, они тоже будут нести ответственность. Поэтому я сегодня второе, обращаясь к депутатам, к моим коллегам. Везде пишут и говорят, что сильный парламент, сильная страна. Какая же мы сильная страна? Какой мы сильный парламент, когда нарушается право граждан? Я прошу вас, те, кто еще имеет какую-то честь, достоинство. Я понимаю, что кому-то там Атамбаев насолил, кому-то что-то он сделал, хотя я не могу понять четко, четкости. Но все те обвинения, которые сегодня звучат в отношении Атамбаева по ТЭЦ, по Углю, по Кайташу, который там участок неправильный, оказывается, все остальные законы приобрели в том числе и в парке Дружба. А вот он один-единственный. Но в любом случае, все те обвинения, которые сегодня предъявили, это разве делалось не при вашем согласии? Это разве Турага тогда не был Ассалбек Джинбеков? Тогда другом и однопартийцем разве не был Сорунбай Джинбеков? Слушайте, тогда это нужно говорить о том, что это уже как соучастники, раз они разрешали, парламент разрешал все это, все молчали. Я не слышала тогда голос Сорунбай Шереповича в том числе, Ассалбек Шереповича, чтобы они сказали, Атамбаев ты неправильно делаешь, ты зачем такую модернизацию там придумал и так далее? Или почему ты вот это вот, лицензии таким образом раздаешь? Я прочитала специально интернет в то время, какие выступления всегда поддерживали Атамбаева. И теперь все на него сливают. Нет, это тогда уже как соучастники идут. И не только один Атамбаев должен отвечать. Все эти обвинения... Я хочу обратиться тоже к коллеге Ирине Юрьевной Карамушкиной. Ирина Юрьевна, если вы у вас отобрали телефон после ситуации в Койташе, у Ктомеджея умер сын, погиб сын, его убили, его дети остались без отца. Самат Курманкулов, который в Москве, в России, еле приходит в себя. Мы все в стране заинтересованы, чтобы истинные, те, которые убили, брали в заложники, или пытались убить, или те люди, которые виновны в ранах, да, 20 человек попали в тот день в больницу. Вы прекрасно сами знаете, вы сами там находились. Я не думаю, что это в рамках человечности, в рамках полномочий депутата, просто вот нахрапом, да, с больной головы, на здоровую, да, перекладывать ответственность. Кто бы ни был, ни бывший президент, ни бывший депутат, ни действующий депутат, они все должны, они равны перед законом. Вы говорите о своем телефоне, вы просто задумайтесь, что вы говорите. Да, я уже вам говорила, и прилюдно, и лично могу сказать, да, что вот лицемерию вашей должен быть предел просто. Лицемерие и вот этому нахрапу просто. Коллега. Ирина Ирина. Подождите, подождите. Она говорит, у нее есть время, у нее есть время, пожалуйста. Урмату, геста, чтер.